окей почему я пробдул вдруг потому что это баран и мы говорили о баране о том что брит аврахам союз всевышнего с афрахамом аврамом в то время начинается в главе лахлаха пятнадцатая строчка пятнадцатый абзац и это очень важно для мистического человека это действительно очень и очень важно потому что когда авраам заключает союз всевышним всевышний появляется авраам разделяет животных пополам кладет половину на одну сторону половину другую сторону по пока кладет голубя и горлицу я выяснил новое слово горлица и проходят через это но сначала через это проходит все вышли почему это важно потому что из этой главы вырастет вся еврейская мистика всевышний появляется мистика говорит о том что мы идем к всевышнему мы пытаемся найти путь всевышнему поэтому когда мы идем через неизвестность через ту духовную пустоту которая образуется между двумя половинками мы можем прийти к всевышнему мы можем увидеть сегодня то есть до того как абрахам аврам разделяет животных он имеет видение после того как он разделяет животных огонь всевышнего проходит через две половинки и авраам впадает в транс мистически мы хотим впадать в транс мы хотим иметь видение мы хотим иметь вечные вечные сны мы хотим увидеть всевышнего все мистики делают это только для того чтобы приблизить свою душу к всевышнему найти путь найти то что будет окрылять их душу кроме всего прочего как мне сказали я должен пояснить меня попросили пояснить почему голубь и горлица целые во первых голубь и горлица они отождествляют что-то очень хорошее ведь вы знаете что голубь несет метку мира и тому подобное белый голубь траля-ля-ля три рубля летает в облаках начинается это все с ноха нох выпускает голубя он приносит ветку он приносит символ жизни поэтому голубь становится символом жизни кроме всего прочего голубь по другим книгам талмуда и танаха отождествляет душу человека иду из и присутствие всевышнего то есть когда мы читаем книгу йона йона это голубь душа путешествует в этом мире поэтому авраам разделяет животных на две половинки между ними образуются лужи крови и поэтому уже должен пройти человек который заключает союз другим человеком обычно человек проходит по этой лужей говорит со мной случится то что случилось с этими животными если они бы не выполню сай заключение сделки или свои обещания которые я создаю и это была традиция в древности месопотамии в сумере в аккаде у хита и ухи китов хитай хититов это была традиция такая традиция понятна абрахаму потому что он вышел из этого общества но вместо того чтобы человек который заключил сделку прошел через эти две половины между двумя половинами проходит бог в области огня и мы видим что бог в области огня как си огонь как силам вселышнего проходит через всю тору проходит через все сказания абрахам видит бога когда горит куст в пустыне еврейский народ идет по пути который освещен колонны и огня огонь спускается в бет-а-мигдаш огонь спускается в мешкан даже когда мы говорим о дыме который мы видим мы все равно это символ огня поэтому огонь идет между двумя половинами животных и делает соглашение с авраамом на всю оставшуюся жизнь и это кровь кровь творения потому что не забудьте что кто такие что за животные кругов творения кровь вот этого барана одного из них поэтому мы трубим шафар она становится свидетелем 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 соглашения между всевышним и евреем в данный момент евреем а когда разделены две половинки земли и одна гора поднята над евреями автора она а земля под ними это тоже две половинки поэтому в кедуш шаббат мы говорим земли и небо свидетелем о том что была собственная земля но наше соглашение со всевышним баран овца корова становятся священными животными которые которые будут приноситься в жертвоприношения в храме это не просто так голубь горлица это два символа мужской и женской половины недаром по русскому в русском языке это горлица и теперь если мы вернемся к моему учителю которого я не знал книги которого я читаю и это единственное что меня возбуждало и ставила на правильный путь книги лараби каплана мы пойдем вот сейфа и цира и увидим что в принципе он говорит о следующем что это первый брит первое соглашение со всевышним в этом соглашении когда мы разделяем аврам разделяет животных на две части иголом из ставит голубя и горлицу по старой другим сторонам то есть у нас слева и справа разделены две части бум и бум тут у нас стоит голубь тут у нас горлица окей то есть получается такой прямоугольник в этом прямоугольнике нечто нечто это пустота в которую может войти всевышний эта пустота как я уже сказал отображается в кроме между двумя половинками между двумя половинками адама мужская половина женская половина между ними идет голос всевышнего эти шесть животных половинок животных по книге я цера отождествляются мое любимое слово которое я не могу выговаривать отождествляются с шестью сферот верхние две сферы и нижние две сферы отождествляются то что в середине вот посередине проходит отождествляются и с двумя голубами горлицей и голубы поэтому они живые потому что эта связь между всевышним нашей душой поэтому он их не умертвляет потому что по ним идет свет сверху и снизу мистик хочет войти в медитацию что такое медитация другое состояние ума и сознания расширенное состояние все остальное остается сзади поэтому мистик хочет прийти в это состояние авраама когда он видит всевышнего когда он уходит в медитацию когда он видит видение когда он видит пророчество потому что говорят что он видел пророчества это соответствует этому и досаду и для того он видел вперед он видел пророчества поэтому кабала мистическая медитация и в еврействе основана по моему и поэтому мы видим все фигурцы я цира основана на этом соглашении соглашение половинок если мы соединим все получится одно целое но если мы проходим между ними мы становимся вот этим третьим звеном между двумя колоннами когда мы входим в мешкан святую святых и тогда мы соединяем все и вместе всевышним идем дальше поэтому теоретически мы читаем об состоянии мистика историк практически мы будем проходить практику в другой раз поэтому меня попросили закончить мою мысль что я надеюсь я сделал меня попросили дать немножко больше я одна это сделал и поэтому я опять перехожу на 5 6 7 8 минут не больше потому что я думаю что у нас ни у кого не хватит внимания выдержать такое а если мы выдержим начну пойдем в часовой двухчасовую 10 часовую медитацию и увидим где мы кто мы куда мы и т.п. и после этого мы начнем тоже упорядочить техники которые нам дали и которые о которых мы знаем спасибо спокойной ночи